Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Добро пожаловать. Сегодня мы продолжим читать послание Иакова 1.1. Мы разбираем послание Иакова и обсуждаем то, с чем сталкивались верующие в первом веке, и тот совет, который дает им Иаков, чтобы они могли преодолеть трудные обстоятельства. И то, что мы увидим, имеет широкое практическое применение в нашей с вами жизни. Сегодня мы конкретно поговорим о том, что Бог нам дает, а что Он никогда не дает. Что Он дает, а что Он никогда не дает. Это основа нашей христианской жизни. Необходимо понимать, что исходит от Бога, а что не от Бога. И Иаков очень четко это разделяет в первой главе послания. Но давайте начнем с первого стиха. Здесь сказано, «Иаков, раб Бога, и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, радоваться». Сегодня мне хочется сделать акцент на этих двух словах. «Находящимся в рассеянии». Это греческое слово «диаспория». В первом веке существовало два способа посадки семян. Вы могли скрупулезно, аккуратно, методично, с математической точностью сеять их одно за другим ровными, аккуратными рядами. Это первый способ сажать семена. Но был еще и второй способ, когда вы брали полный мешок семян, засовывали руку в мешок, вытаскивали горсть семян и начинали беспорядочно разбрасывать их по всему полю, без какой бы то ни было логики в своих действиях. Вы просто брали и разбрасывали семена в случайном порядке. А для описания подобного метода разбрасывания семян используется греческое слово «диаспория». И это то же самое слово, которое применяется здесь, в послании Иакова 1.1, когда Иаков говорит, что он обращается к верующим, которые были рассеяны. Он обозначил их проблему. Каким-то образом, по той или иной причине, они оказались неожиданно вырваны из своих домов, из своих городов, и, подобно семенам, разбросаны по всем восточным территориям Римской империи. Мы точно знаем, когда это началось. О времени разбрасывания семян говорится в Деяниях 8.1. Откройте Деяние 8.1, и давайте посмотрим, с чего все это началось. В 8 главе Деяний описан период спустя 4-5 лет со дня Пятидесятницы, во время которого Иерусалимская Церковь жила в относительном мире. Все было относительно спокойно. Не то чтобы гонений совсем не было, но, во всяком случае, их не было на официальном, правительственном уровне. И так было вплоть до конца, седьмой, начала восьмой главы. А вот, когда наступил период, описанный в конце седьмой, начале восьмой главы, мы видим, что гонения начались. И все началось с того, что Стефана побили камнями. И когда это происходило, там был будущий апостол Павел, который в то время был Саблом и Старсом, и возглавлял ту шайку, которая до смерти забила Стефана. Затем, сразу после его смерти, в первом стихе восьмой главы написано, что Савл одобрял его смерть, где слово «смерть» идентично слову «убийство». Это было убийство. Именно тогда иудейские лидеры в Иерусалиме впервые почувствовали вкус крови. И с тех пор, как они почувствовали вкус крови верующих, для церкви началось настоящее бедствие. Далее мы читаем. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, где слово «великое» — это слово «мега», которое в том смысле, в котором оно используется сегодня, всегда описывает что-то грандиозное и подчеркивает его масштабы. То есть это не были обычные гонения, а великие гонения, мегагонения. Это было нечто грандиозное. Слово «гонение» заимствовано от слова «диоко», что значит «гнаться», а в I веке оно употреблялось еще и в значении «охотиться». Подобно охотнику, который надевает свое охотничье снаряжение, идет в лес или в поле, выслеживая зверя по следам или по запаху. Эти религиозные лидеры в Иерусалиме, разжигаемые кровью Стефана, решили устроить охоту на христиан в Иерусалиме. И это было не что-то пустячное, а крупномасштабная кампания. Это были масштабные гонения, массированная охота на церковь. А если мы будем читать дальше, то увидим, что они врывались в дома, арестовывая верующих и бросая их в тюрьмы. Это были ужасные, трагические события, которые обрушились на церковь в ранний период. А в продолжении 1 стиха 8 главы написано, «И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Получается, что для того, чтобы спасти свою жизнь, верующие в то время были буквально вырваны из своих домов и разбросаны по всем восточным землям. Подобно человеку, который засовывает руку в мешок с семенами и разбрасывает их в случайном порядке, не следуя какой бы то ни было логике, эти верующие были беспорядочно разбросаны кто куда и разлетелись в разные стороны, будучи оторваны друг от друга. Казалось, что они лишились всего из-за той грандиозной охоты, которая развернулась на церковь. Вот что произошло, когда для верующих наступил период рассеяния. Некоторые богословы считают, что в своем послании Иаков обращается ко всем иудеям повсеместно. Но это не так, потому что Иаков обращается к верующим иудеям к тем, кто уверовал в Господа Иисуса Христа. И это конкретно указывает на то, к кому он обращается. Он обращается к верующим, которые пострадали от гонений и которые буквально лишились всего. И теперь, будучи разбросаны по всей восточной оконечности Римской империи, они начинают писать Иакову письма, в которых задают ему неудобные богословские вопросы. У них возникли серьезные вопросы. Вот они уверовали, приняли Евангелие, потому что им сказали, что это благая весть. Но с тех пор в их жизни все стало совсем плохо. Они поверили, что Евангелие это благая весть для тех, кто беден. Но с тех пор, как они приняли Евангелие, получилось так, что они лишились вообще всего, что имели. Они приняли Евангелие, потому что это благая весть для тех, кто болен. А теперь вынуждены терпеть гонения, побои и физические страдания. Получается, что теория расходится с практикой. И теперь со всех восточных окраин Римской империи они пишут Иакову и спрашивают, «Иаков, за что нам все это?» Но что особенно их интересует, Иаков, возможно ли, что за всем этим стоит Бог, и что это Он нас испытывает? И здесь Иаков отвечает на этот вопрос. Вы спросите, «А откуда ты знаешь, что они задавали Иакову этот вопрос?» Наверное, это твое предположение. На самом деле нет. Потому что в 13 стихе первой главы Иаков цитируют их переписку. Он ссылается на их письма в его адрес. Итак, давайте прочитаем послание Иакова 1, 13. Это очень глубокое послание. Из этого стиха мы откроем для себя то, что Бог нам дает, как и то, что Он никогда нам не дает. В 13 стихе Иаков пишет, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». На греческом выражении «никто не говори» очень сильное. Это запрет. По сути, Он запрещает им говорить то, что они говорят. «Я все слышу, и мне это не нравится. Прекратите. Прекратите сейчас же». Чтобы эти верующие Ему не говорили, но это так сильно расстроило Иакова, что Он повысил на них голос и сказал, «Прекратите сейчас же. В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Где слово «искушает»? Это греческое слово «перадзо», которое имеет крайне негативный оттенок. И, кстати, в Новом Завете оно в основном используется в ситуациях, когда кого-то искушает дьявол или к кому-то подошел искуситель. А еще оно используется в Евангелиях, чтобы охарактеризовать поведение фарисеев и саддукеев, когда они искушали Иисуса. От них не следовало ждать ничего хорошего. Все, что им было нужно, это подловить Иисуса, заставить Его упасть, создав ситуацию, которая бы Его разрушила. Это все то, что включает в себя слово «искушает», которое несет в себе крайне негативный смысл. Когда кто-то искушает вас, чтобы разрушить. Искушать, чтобы разрушить. Эти верующие переживали разрушительные, трагические события. Они потеряли свои семьи, остались без денег, потеряли работу, потеряли жилье, словом, потеряли все то, что у них когда-то было, когда им было так хорошо и спокойно. Они все потеряли. И теперь они стараются понять, кто или что является источником тех испытаний, которые выпали на их долю. Возможно ли, что Бог своей властью, Бог в Своем величии, по каким-то Своим соображениям, позволил всем этим ужасным событиям произойти с ними, чтобы испытать их и проверить на прочность. И мы точно знаем, что они это говорили. Потому что в 13 стихе Иаков пишет, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Или «Что мое искушение от Бога», где слово «от» может быть передано двумя греческими словами. Очень важно, что Иаков употребил только одно из них. Но есть два варианта, которые он мог бы использовать. Он мог бы употребить греческое слово «хупо». Но если бы он это сделал, то это бы означало «прямое действие». Другими словами, что сам Бог лично все это нам посылает. Мы видели, как он это делает, как он вошел в комнату. Бог несет за это личную ответственность. Бог своими собственными руками причинил нам все эти бедствия. Слово «хупо» означало бы «прямое действие». Однако, оно здесь не используется, потому что никакой добрый христианин не будет напрямую винить Бога в своих проблемах. Вместо этого, они употребили слово «апо», означающее «косвенное действие». Что-то, что делается не прямо, а косвенно. Тем самым, они как бы говорят, «Мы знаем, что Бог бы не стал делать это нам лично, но ведь Он же Бог, и Он силен, и если бы Он хотел это остановить, Он бы это сделал». Но Он этого не сделал, а значит, и здесь используется греческое слово «апо». Косвенно Бог своей власти по каким-то своим соображениям, Бог, который мог бы это остановить, но не остановил. Получается, что Он позволил или допустил всем этим трагическим событиям прийти в нашу жизнь. Это были их предположения о действиях Бога. «И вот они пишут Иакову, они обращаются к Иакову и говорят ему, «Иаков, мы знаем, что Бог бы не стал делать это лично, напрямую, но, возможно, косвенно, Бог в своей великой мудрости с чем нужным подвергнуть нас этим опустошительным испытаниям. На что Иаков отвечает и говорит, «В искушении никто не говори». Как вы можете так говорить? Как вы могли подумать такое? Что я слышу? Прекратите сейчас же. Не говорите так. Иаков запрещает им говорить это. Точно так же и мы должны применить это слово к себе и принять решение никогда не винить Бога за те трудности и испытания, с которыми мы сталкиваемся. Бог не будет посылать зло в нашу жизнь, чтобы испытать нас. Как раз об этом здесь и говорится. В продолжении стиха написано. «Потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого». По-гречески это выражение означающее, что Бог не искушается злом и не испытывает человека при помощи зла. В детстве я посещал Баптистскую церковь. Нас часто спрашивали, «Есть ли что невозможное для Господа?» А мы отвечали, «О, нет, для Бога нет ничего невозможного». Но есть то, что Бог не может делать. Просто не может. Он на это не способен. У Него нет такой способности. Есть то, что Бог не может делать. И мы читаем об этом в 13 стихе. «Бог не может быть искушен злом». Так говорит Библия. «Бог не может быть искушен злом». Бог не соглашается со злом и не имеет с Ним ничего общего. Бог никогда не сообщался со злом, разве что на Голгофском кресте, когда Он взял на Себя грехи всего мира. Но на небесах нет зла. Богу неведомо зло. Как-то раз зло в лице Люцифера пыталось проникнуть на небеса. Но Бог сказал, «Я не потерплю этого рядом с собой» и прогнал его. У Бога нет ничего общего со злом. Иаков пишет, «Бог не искушается злом». Здесь использовано очень интересное греческое слово «паразмос», что значит «быть искушенным». Но с приставкой «а». Оно изменяет свое свойство и описывает невозможную ситуацию. Что-то, что нельзя изменить. Бог попросту не может быть искушен злом. В нем нет зла. У него нет ничего общего со злом. А Иаков продолжает и говорит, «И он никого не искушает при помощи зла». Где зло — это греческое слово «какос», хорошо знакомое тем из вас, кто изучает Новый Завет. Оно описывает нечто гадкое, дурно пахнущее и гнилое, и всегда приводит к гибельным последствиям. В Божьей природе нет ничего дурного, безнравственного или низменного. А раз в Боге этого нет, это значит, что Он не может этим воспользоваться, чтобы кого-то этим испытывать. У Него нет с этим ничего общего. Это просто невозможно. Так что теперь мы с вами точно знаем, что не приходит от Бога. Зло не приходит от Бога. Испытания, призванные разрушить нас, не приходят от Бога. Рак не приходит от Бога. Разорение не приходит от Бога. Развод не от Бога. Все то, что приходит, чтобы украсть, убить и погубить, никогда не приходит от Бога. И не может быть от Бога. Не может быть от Бога. Вот и ответ. И, кстати, это настолько важно, что в 16 стихе Иаков пишет «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Это равносильно тому, чтобы сказать «В вопросе того, что Бог никогда не даёт, не заблуждайтесь, не совершите ошибку». И я прошу вас не заблуждаться по этому поводу. Потому что если вы думаете, что Бог косвенно допускает злу происходить с вами, то вы не будете противостоять этому злу. В 13 стихе 1 главы послания Иакова черным по белому написано «В искушении никто не говорит». А в переводе с греческого написано «Посреди искушения». Посреди искушения не говорите, что это Бог, хоть и косвенно подвергает вас искушению. Итак, происходит то, что, как правило, христиане поначалу горячо верят. И вера их растёт и крепнет с каждым днём, ровно до тех пор, пока они не сталкиваются с определёнными трудностями. Что и случилось с этими верующими. Они потеряли всё. И наверняка вначале они горячо верили, молились за то, чтобы к ним вернулось всё то, что они потеряли. Будь то пожитки, семья, здоровье и всё остальное. Но время шло, а поскольку им не удалось получить ответ на свою молитву так быстро, как бы им того хотелось, они задались вопросом. Мы боролись, а проблемы не ушли. Мы молились и до сих пор не получили ответ. Прошло достаточно много времени, и вот, во время искушения они начали задумываться. Я знаю, что Бог дал нам разум и ждёт, чтобы мы его использовали, но бывают моменты, когда нам следует говорить самими собой, но не прислушиваться к себе. А они начали прислушиваться к себе и задавать себе вопрос. «Может быть, у меня неправильная вера? Или я не до конца понял Божью волю? Может быть, иногда Бог и правду допускает подобное?» Они позволили этим мыслям укорениться. И вот, вместо того, чтобы с верой противостать злу, ещё чуть-чуть, они уже готовы принять это бедствие как нечто, посланное им Богом. И тогда Яков говорит, «Не делайте этого, и не говорите». На греческом здесь запрет. «Остановитесь!» «Не говорите так!» «Не думайте так!» «Даже посреди тяжких испытаний не говорите, что моё испытание косвенно послано мне Богом, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого при помощи зла. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, и не заблуждайтесь по этому поводу». Хорошо, а что же тогда Бог нам даёт? Если Он не посылает в нашу жизнь трагические события, то что же тогда Он нам посылает?» И в 17 стихе содержится ответ на этот вопрос. У нас нет времени подробно его рассматривать, но мы хотя бы начнём. По сути, Яков говорит, «Сейчас я вам отвечу. Вы хотите узнать, что происходит от Бога? Сейчас узнаете». Не забывайте, что Яков был пастором. Вот почему мне так нравится послание Якова. Она очень практичная. Яков обращается к своим читателям, словно они его овцы. И он начинает говорить с ними, как пастор. Он говорит, «Если вы хотите знать, что Бог действительно вам посылает, вот, пожалуйста, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Яков говорит, «Вот что исходит от Бога. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный». Кто-то может сказать, «Я бы поверил, что время от времени Бог посылает что-то хорошее в мою жизнь». Бог представляется им этаким гигантским игровым автоматом. И если вам выпали три одинаковые фигурки, и все кусочки совпали должным образом, то вы с верой дергаете за рычаг, и бац, выходит что-то хорошее. Но не думайте, что это будет происходить слишком часто. Это заблуждение. Это не так. Вы ошибаетесь. В выражении «всякое даяние доброе» по-английски слово «даяние» стоит во множественном числе. Это греческое слово «doosis», которое описывает нечто привычное, присущее, что-то, что происходит непрерывно. Употребив это слово, Иаков описывает не единичный случай, а что-то, что Бог делает постоянно, то, что Бог всегда дает. Это значит, что если вы в Христе, и вы молитесь об этом во имя Иисуса, применяя свою веру, то всякий раз, когда вы дергаете за рычаг, вы получаете что-то от Господа. Каждый раз. Он пишет «И всякое даяние доброе». Хотя лучше было бы сказать «И всякое доброе, привычное, непрекращающееся даяние». Он описывает то, что постоянно исходит от Бога. Что-то, что постоянно, подобно реке, проистекает от Бога. И он говорит, что «всё то, что приходит от Бога, это хорошо». Где слово «хорошо» — это греческое слово, означающее что-то, что приносит пользу или выгоду. Бог не даёт нам что-то, что призвано нас разрушить или может нам навредить. Вместо этого Бог привычно даёт нам то, что приносит нам пользу или выгоду. А чтобы окончательно убедиться, что мы это поняли, он говорит «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный». Где «совершенный» — это греческое слово «телос», которое описывает то, что совершенствует человека, делает его цельным, помогает достичь зрелости. То есть это «всякое даяние доброе и всякий совершенствующий дар». Улучшающий дар. Простите, но это действительно очень-очень просто. Если это пришло от Бога, то это что-то, что совершенствует, дополняет, обогащает нашу жизнь. Спросите себя, обогащает ли рак мою жизнь или он наносит вред моей жизни. Та ситуация, с которой вы столкнулись, обогащает вашу жизнь или она делает её хуже? Это вас совершенствует или это вас разрушает? Это очень легко проверить. И пастор Иаков максимально упрощает это для своей паствы. Он спрашивает, прошло ли это проверку на то, что исходит от Бога. Всё то, что исходит от Бога, хорошо по своей сути. И когда это приходит в вашу жизнь, это обогащает вашу жизнь, дополняя и делая её лучше. Бог посылает нам только то, что делает нас лучше. А всё остальное приходит либо из мира, либо от дьявола. Но если это пришло от Бога, то это хорошо, и это делает меня лучше. Удивительно, правда? Подумайте об этом сегодня. Наше время истекло. В следующий раз мы продолжим с этого места, потому что мы только что начали разбирать 17 стих. А если у вас есть молитвенная нужда, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по почте. Мы верим в силу молитвы. И когда мы говорим, что будем молиться, значит, мы будем за вас молиться. А в заключение я хочу напомнить слова Экклесиаста 8.4, где сказано, «Где Слово Царя, там власть». И пусть Божье Слово действует в вашей жизни сегодня и высвободит свою силу в вас. До новых встреч. У меня есть электронная книга «Если вас преследуют неудачи». Время от времени мы все сталкиваемся с трудностями. Они неотъемлемая часть жизни. Это вовсе не означает, что вы делаете что-то неправильное. Наоборот, это может означать, что вы делаете что-то правильное, и поэтому дьявол преследует вас. Что вам делать, когда у вас появились трудности? Какой шаг вам следует предпринять, чтобы пережить это трудное время? В своей книге я излагаю все это для вас. Эта книга станет для вас благословением. К тому же она бесплатная. Чтобы получить ее, вам нужно лишь зайти на сайт ignc.org и скачать ее, и она тут же появится на вашем устройстве. Так что заходите туда прямо сейчас, скачивайте. Я верю, в этой книге вы найдете ответы для себя. Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Здесь я провожу каждое утро. Здесь я встречаюсь с Господом и молюсь за нашу телевизионную команду, партнеров и людей, живущих по всему миру. И здесь я готовлюсь к своим телепередачам. Я работаю со своими справочниками по греческим теориямам. Я пользуюсь не только греческими словарями, но и читаю Новый Завет в оригинале. Именно по этому профилю я обучался в университете. Прежде чем передать вам значение слов, я внимательно проверяю их, удостоверившись, что все верно. Я тщательно изучаю весь материал для каждой программы. Должен сказать вам, что подготовка к программе самый трудоемкий этап. Съемка — это самое простое. Чтобы убедиться, что я включил в передачу все, что вам необходимо, у меня уходят многие часы. В послании Акова 3.1 говорится, что те, кто делают с учителями, будут подвергнуты более строгому суду. Это справедливо, и я осознаю это. Я ответственен перед Господом и с ответственностью подхожу к тому, чему учу вас. Наставничество в любом формате — это серьезная ответственность, в особенности обращение через телепередачи, так как это влияет на жизни многих. Поэтому я провожу здесь многие часы. Я проверяю каждое слово, каждый греческий термин, все определения, изучаю, как все это можно применить в жизни. Отсюда процесс производства переносится в телестудию, где я обсуждаю с нашим продюсером вступительные части к программам, снятыми в Турции, Израиле, Греции или в России. Мы составляем план всего выпуска, и лишь после этого я отправляюсь в студию, где происходят съемки передач. Но ведь процесс начинается именно здесь, где я встречаюсь с Господом каждое утро, где слово царя дам власть. Слово действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей передаче. Ух, мы закончили съемки еще одной программы. Я так рад, что мы можем снимать передачи для наших зрителей по всему миру. Это наша студия, и здесь я практически живу. Кто-то меня недавно спросил, это ваша гостиная? Нет, это не гостиная. Это наша студия. Здесь мы готовим программы, которые переводятся на разные языки и транслируются по всему лицу Земли. Но в основном мы делаем передачи на русском и английском. Это такое благословение. В притчах 10.21 написано «Уста праведного пасут многих». Я молюсь о том, чтобы наше учение насытило многих людей. Отснятый с моим участием материал отправляется в отдел монтажа. И вот что здесь происходит. Как вы видите, наши специалисты выполняют различные задачи. Они размещают подготовленные мной греческие слова на экране. Между прочим, на их подготовку тоже уходит много времени. Здесь выполняется монтаж звука и цветокоррекции. Здесь в передачу добавляют фоновую музыку, рекламу и заключительную молитву и так далее. Так создаются программы с учением для вас. Наша цель — передать вам учение, которому вы можете доверять. Такова наша миссия. Такова моя молитва. Я хочу поблагодарить вас за помощь нам. Это результат не только моей с Денис работы. Здесь трудится большая и верная команда, которая делает все, чтобы предоставить зрителям здравое учение. И ваша роль в этом очень важна. Спасибо за ваше партнерство, за ваши молитвы и ваше даяние. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Продолжение следует...